Так, есть, поехали. Что-то вы на весь кадр вас все заняли. Всем привет, с вами Селена Свои и мой сын Дэня. Ой, весело, когда сменёшься. Так, отойдите с кадра. Идите, сядьте куда-нибудь. Это смешно какая-то. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свои. И сегодня у нас будет интересное видео. Фикс прайс молочный коктейль. Коктейль, мы будем сегодня пробовать вместе с Кристиной. Всем привет. И Дэнькой. Нифига не скромняшкой. Да, в фикс прайсе я купила вот такой коктейльчик. И девочки мои, подписчицы, писали мне, Селена, попробуй. Мы так любим, когда ты готовишь. Первый раз мы будем готовить на этой кухне. В общем, посмотрим. Жара на улице, поэтому мы такие в розовеньком. Я вообще в топе. В топе, смотрите, какая. Давайте, почитаем, что сделать надо с ним. Нет. Нет? Давай, мама читает. Героим, героим, отдай, отдай, отдай. Ладно, давай в ручках у тебя. Способ приготовления. Высокую посуду для взбивания влейте 200 мг охлажденного молока. И добавьте смесь. Да. А чем взболтать? Взбивайте миксером 3-5 минут до увеличения в объеме примерно в 2,5 раза. Сейчас мы пойдем за молоком. Так. А пока Селена пошла в магазин. А вот оно, молоко. У меня молоко всегда есть. Я помню, что Кристинка в одном из видео говорила, что это же целое дело. Это не просто молоко. За ним нужно... На него надо заработать. Потом сходить в магазин. Для этого надо сначала коровью травы поесть. Да. Вообще, надо родиться. Вообще, родиться надо. Это все не просто. Но у меня молоко есть. И оно уже охлажденное, потому что каждое утро я пью латте. А ты пьешь латте? Нет. Не закрывайте меня. Пусть меня будет видно сзади. Как я вот тут... Как я вот тут работаю. Так. Сейчас я возьму вот такую штуку. Крис. Убейте с кадра. Я возьму вот такую штуку. Это мой любимый блендер. Так. Я... Да уйдите с кадра. Ну сядь. Вот, да. Кто говорит, придите. Да уйдите. Да потом будете пробовать. А сейчас... Да что, конечно. Иди, Мамя. Сядь, садитесь быстро. Быстро сели. Сейчас мультики принесу. Два ребенка, ей-богу. Тусуются в кадре. Итак, я наливаю сюда 200. У меня как раз здесь отслеживается все. Мы наливаем сейчас с вами здесь 200. Да, отслеживается. А, с другой стороны отслеживается. Вот. 200 миллиграмм наливаю молочка. Подмышки не волосатые? Вроде нет. Так, все. 200 миллиграмм молока налила. И теперь я забираю эту ингесмесь, пока он извлечен мультиками. Мы ее вскрываем. Она никак нигде не вскрывается. Поэтому нужны ножницы. Я этого терпеть не могу. А ножницы Кристина, она тут что-то расфаковывала. И куда ты их делаешь? Пошла искать. В смысле? Я их на место положила вообще-то. А, да? Но если она их положила на место, то они здесь. Под рукой. Вообще. Тын-тын-тын-тын-тын. Так. Теперь мы нашу смесь... Ой, она пахнет так. Понюхай. Так приятно пахнет. Мы ее всыпаем. Чем-то пахнет, да? Чем напоминает тебе? Ваниль плюс клубника, как мороженое химическое. Все, всыпали. Теперь я... А, слушай, ну мы ничего будем взбивать, правильно? У меня вот такая фигня. Мы ее сейчас воткнем в такую фигню. И начнем взбивать нашу... Провод. Провод не дает. Мне надо поближе вас подвинуть просто. И свет. Ой, почему провода такие короткие? Вот. Поехали. Вау-чки, вау-чки. Просто... Ну, оно взбилось в два с половиной раза, как вы видите. Сейчас я возьму... Стаканиту. Опа! Берем стаканчик, наливаем. Ой, мимо, мимо. Так это что, мороженое? Молочный коктейль. А, чё, блин. Да молочный коктейль молоко с бананом взбило, да и всё. Ну, а тут вот такой мой вариантик. Идите сюда в кадр, идите пробовать. А, ну и можно мультик? Пойдем, Дэн? После? 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 Пробуем. Ладно, сейчас я вам покажу их. Они же такие ленивые, нихрена. Мы ленивые, мы мультики смотрим. Мультики они смотрят. Мы смотрим мультики. Называются Деревяшки. Попробуй, скажи своё мнение. А Дэньке дадим попробовать? Думаешь, можно? Чё, чё. На! Дэня, Дэня такое не ест. Ну, как тебе? На, пей. Вкусненько, тебе хватит там? Да. Я тоже сейчас себе налью. Ещё один. А, я не буду брать красивый стакан. Я возьму. А, нет, у меня есть ещё красивый стакан. Пены много получилось. А, ну, он весь из пены получается. Угу. Кстати, получается на... Какая стоимость? На 2,5 стакана. Стоимость 50 рублей, по-моему, стоит. Мм. Повыше, моя, повыше. Молоко? Молоко хорошо, чтобы было бы охлаждённым вообще как следует, да? Полулёд, если был бы. Мне нравится, а так не простынет же это. Не простынет. Ну, в общем-то вкусно. Да. Ну, чувствуется, что не домашний как-то. Да ладно. Селена весь коктейль мне отдала. Вот, спасибо тебе. Любит меня? Дэнька молодец, отказался. Чувствует, что там не настоящие. У тебя вот тут что-то, заточка над губой. Какая заточка? Чё, мое лицо заточка сейчас мало? Это чё? У тебя чё-то там за заточка? Где заточка? Дэнь, вот тут вот, точка. Я поняла, у тебя там заточка. Нет у меня никакой заточки. Да и нет, где-то там заточка. Да это у тебя заточка. Смотри, у тебя может быть заставка. Вообще, смотри, я внизу, стоишь. И прям надо мной можно, там место для фикс-прайса у тебя было. Дядя, ну блин, ты не вставай. Да не, нормально, вот смотри, вот сделай. Да, подожди. Там квадратик будет как раз для фикс-прайса надписи. Ты серьёзно говоришь? Да, я, я, я. Так скучно, как всегда. Давай, сюда, поближе. Давай, ты так же делай, да? Дэня, будешь? У тебя на носу заточка. Вот, теперь точно заточка молочная. Сейчас капли за тебя, и всё-таки. Поцелуй меня. Сейчас-то не ходит. Дэня. Я могу поцеловать, а вот это сейчас оно у тебя упадёт. Дэня. Дэня. Поцелуй маму. Мам, поцелуй. Дэнь, поцелуй маму. Не, хочешь, как хочешь. Короче, что мы скажем? О коктейльчике. Ладно, вытру сейчас рожу. Заточку сейчас вытру с вами. Во-первых, чувствую, ощущается вкус порошка. Какой-то привкус. Вот это, и лёгкая горечь. Я, может, это ванилина чуть-чуть они пересыпали, но вот здесь вот. Сыпанули. Не рассчитали ванилинку, не жалею. Вообще, ты видела, как ванилин продаётся в пакетиках, в тоненьких? Мне всегда было, неужели нельзя продавать? Мама моя недавно набрала, наверное, штук двадцать. На кассе девушка сидела раз, два, три. Несколько раз сбивалась. Типа, ну блин, неужели нельзя продавать в боли? По килограммам ванилина. Ну хотя бы по сто грамм. Уже-то по граммам. Ой, всё-то. Блогер из... Ну, блин, мне не хватает вот здесь мороженого, на самом деле. Я бы ещё бросила сюда мороженое. Ну, я хочу сказать. А тогда уже и не нужно порошок, да? Если сюда бросить банан, клубнику, молоко, мороженое, это будет натуральный хороший коктейль. Не, если сюда даже просто бросить банан и мороженое, будет вот то же самое, только банановое. Ну, бросьте клубнику, да, и точно так же взбейте этих венчиков. Ну, я отчасти, ну, пена быстро, наверное, типа, прошла. Ну, мы дома просто берём молоко и вот тут с бананом классно взбивается. Вот всегда он такой не душистый, а ароматный. А что за состав, кстати, у этой штуки был? Давай посмотрим. Состав сахарная пудра, глюкозный сироп, гидрогенизированное растительное масло, мальтодекстрин, молоко сухое, цельное, сок клубники сухой, молочный белок, загустители Е1414, стабилизаторы Е472, ароматизаторы клубника, молоко, ванилин, это всё, ну да, если это отдельно всё покупать, пищевой краситель Е122, там всё в сборе. Я не понимаю вообще, зачем это покупать, если честно. Зачем? Здесь никакой пользы. Чтобы почувствовать вкус клубники, замороженную клубнику покупаете, реально, с молоком тягачите, и ничего туда не надо добавлять, ни ванилина, ничего. Оно так же вкусно. Мне кажется, это зимой надо продавать, когда клубника или дорогая, или её нет, возможно. Почему в заморозке всё? Я даже помню, что я малому тогда, когда смеськи готовила ему, и мне тоже сказали, что не надо сейчас искать, я, по-моему, не искала брокколи, мне говорят, не надо искать брокколи, купите замороженную, она будет полезнее, чем сейчас вы будете искать какую-то, непонятно откуда, непонятно чем напичканная брокколи. Зимой там, по-моему, я не помню. Так что это... Короче, странно. Я вот не любила никогда сухие вот эти вот порошки, и даже бывают готовят, я всегда спрашиваю, добавляете ли вы мороженое в коктейль, когда я где-нибудь в парках или ещё где-то. Потому что я сама... А что отвечают? Кстати, говорят, либо это порошок, либо говорят молоко и мороженое у нас. И порошок я никогда не беру, потому что совсем другой вкус. И, кстати, да, при случае могу сказать, многие спрашивают меня там, что-нибудь, где я работала или ещё. Был период в моей жизни, когда я работала, продавала молочные коктейли. У нас был такой ларёчек, ну и там как бы продавались... такой маленький ларёчек, он был разделён. И вот там прям было окошко молочные коктейли. А с другой части там подружка моя продавала там продукты, всякий там хлеб, там сигареты, ну такое вот всё. У вас, короче, бизнес был налажен, да? Всё равно, что это молочный коктейль. Так мы не на себя работали, мы работали на дядьку какого-то. Я могла сказать, что да. Ну нет, я сейчас тогда бизнесом не знаю. И газированную воду я продавала. Но смысл сейчас о чём? Что именно коктейли я продавала. И я их сама делала как? Нам нужен был лёд, нам нужно было молоко, и нам нужно было мороженое. И всё. Я вам скажу, эти коктейли в лёд улетали. Типа продавали, ты хочешь сказать? Конечно. У нас не было ни порошков, ничего. Мне кажется, везде порошковые. То ли я не находила, я везде, где покупала, я думала, что везде такие. Я даже умудрялась экономить, конечно, чтобы себе левока заработать, как все делали в то время. Зарабатывала. В то время. По-моему, это в любую. В тяжёлое время, да, левока. Так что ты туда кидала? Я ничего туда не кидала, просто я делала меньше, я делала меньше мороженое. То есть мороженое у меня, ну, был завал, как бы не завал, а запас. У меня был расход, да, мороженое надо было делить на 6 частей, а я выделала, например, на 8 частей. И получалось-то, например, там цена одного мороженого я могла себе забрать. А такие... Нет, не цена. Ну да, то есть, если там... Короче, ну да, где-то так, короче. Цена одного мороженого за день я могла забрать. Вот. Ну, короче, я взбивала больше, чтобы было больше пены. Ни одного дизлайка, а лайк это кого? Выключено. Ни один дизлайк, а не просто выключено. Вот. Короче, вот такой был период в моей жизни, и я знаю, как делать молочные коктейли вкусными, даже при том, при всём, что я мутила там ещё. Чтобы заработать себе на пропитание в далёкие голодные СССРовские годы. Какие СССРовские, блин. Чё, было СССР? Я не жирная? Ой, ой, что в день нам фория сказали фория? Ну, велики гоняешь или нет? Да нет, я просто драйнишка. Вот достыжая. Левка. Всё, мои хорошие, я была рада вам попробовать, попробовать сделать коктейль, рассказать немножко из своего прошлого. Кристинка тут вообще не знает, что делала. Чисто мешали мне с Дэней. Ну, мы прощаемся с вами до следующего видео. Кстати, я, когда Кристина у меня в видео, я почему-то оставляю её ссылку под видео, никогда не говорю, что ссылка-то под видео на её канал. И у неё очень много всяких разных приколюх. Так что спускайтесь. Не то, что от тебя. Да, не то, что. Так что спускай. Видите, какая она наглая. Представляете, что она у себя на канале творит? Вообще, я боюсь. Я пошутила, на самом деле. Спускайтесь вот так вот под видео, заходите на Кристинный канал, подписывайтесь, ставьте ей лайки, она за ними следит, комментируйте, она тоже всем отвечает на комментарии. У меня в комментариях бывает, тебе комментарии оставляют, и тебе тоже надо в мои комментарии заходить и искать свои комментарии. У меня нет на это времени. Так что пишите только Кристине. Я вас люблю, целую. И чувствуйте мою любовь. Чувствуйте, чувствуйте. Молодец, коктейль не пил. Молодец. Все, пока, Крохи. Пока, говори. Пока. Пока. Ну, говори, пока. Пока. Все прощаются, День, смотри. Вот как камеру выключаешь, так он прощаться хочет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok